вот мы с вами сегодня снова на косе на базе у нас сегодня вот такой травы очень-очень много большим слоем поэтому решили пойти погулять вот там наша база с той стороны а мы уже вот сколько прошли вот уже косу видно пройдемся посмотрим где ж это все-таки трава закончится северный ветер залива очень много травы нанесло да уточка плавает и вот тут море уже конечно цвет красивый но комка еще есть волна такая сильная посмотрим что на другой стороне берега сегодня делается вода конечно очень теплая даже есть места уже где можно заходить спокойно травы мало и сразу захотели искупаться уточку увидели травы все-таки мало пуды и проходят и там уже вступаются у меня за лето научились плавать все лето на море находились а уточка поплыла себе дальше подальше от детей чтоб ее никто не тревожил такая морская уточка видно уже берег косы где много людей так приблизим его вот осталось в принципе нам дойти немного уже не забыть сидят отдыхают но прийти нам конечно можно что-то сегодня суббота 18 августа уже конец сезона нужно было видеть последние моменты такая вот тут у нас дикая местность на костях степь и море пойдем дальше вот прошли еще и вот тут море уже практически чистое там дальше еще больше такой вот красивый цвет полка песок отдыхает очень-очень много рыбаков по берегу приближаемся к краю косты хотим посмотреть что делается с другой стороны берега отдыхающих очень много смотрим чем дальше тем больше и все с удочками с удочками с удочками с удочками смотрите одни рыбаки на собой гости конечно выходные очень вообще трудно машину найти куда поставить сейчас на краю косы сейчас посмотрим что там делается постройки какие-то что-то такое не зная чем дальше тем красивее я пусть не могу не снимать это смотрите какое море чистое напротив белоснежный песочек пляж тут какой-то прям кемпинг что за кемпинг интересно даже есть качелька для детей указателя москва что-то правда не в ту сторону показано в ту сторону ближе киев вот такой вот лавочка стоит крым-2018 что-то тут такое есть так здесь же наверно выход на на ту сторону можно вот такая вот бухточка мы видим уже заворачивается вот там дальше остров раньше это продолжение косы было сейчас это остров у нас так что мы уже на самой косе и пойдем сейчас на другую сторону посмотрим на пляж с другой стороны я не знаю что это здесь частное наверное что-то интересно номера здесь даются или нет как интересно да только чье здесь чуть не знаю хозяева есть тут нет тут кухня какая-то такая такие вот домики с usb панелей там видимо душ есть камушки ноги больно на самой косе даже что-то продают смотрю все занято что-то есть да тут ничего нету посмотрим водичка почем в принципе цены цены я бы сказала даже очень приемлемые еще тактика у нас пока есть вода на обратном пути если что зайдем возьмем домики мне интересно почем здесь в общем тысяча рублей за домик без кондиционера 1200 с кондиционером на берегу моря на косе это вообще три места в домики три кровати это очень дешево не просто дешево а очень дешево ну и сказать что там пустые места есть пустых мест вообще нет но я взяла телефончик поэтому можно будет созваниваться иногда приезжать сюда отдыхать вообще классно конечно с палатками здесь отдыхать не очень хорошо потому что ночью бывают шторма в общем смотрите кто захочет отдохнуть на косе в домике с удобствами ну пока удобство на улице у них правда на следующий год говорят будет у них домики уже с душем и с туалетом внутри уже делают собираются еще строить на бокальской косе класс вообще ну вот тут вот я действительно очень рекомендую тогда посетить косу отдохнуть здесь уже место уникальное а вот удобств здесь никогда не было и вот видите появились первые удобства где можно действительно остановиться отдохнуть у них там на территории есть и кухня где можно приготовить и кафешка есть с навесиками с холодненькими напиточками так что мне очень понравилось класс ну вот видите дорогу переходим и сразу идем в другую сторону косы а лечебная тебе грязь будет по дороге какая она лечебная тут она тут просто грязь ну черная но тут машина ездит она не может быть лечебной а есть грязь лечебная есть тут озеро рядом там бокальская там лечебная грязь все можно себя мазать лечебная все тапки оставил в грязи все тапки прошел один и из тапок выскочил гулять а а ну вот дамочки а куда вы купаться можно 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 кури здесь тоже боковой ветерок дует, боках есть небольшая волна, но море чистое, какое оно красивое туда дальше не пойдем, там людей сильно много теперь можно покупаться, дельфин у нас на горизонте появился волна поднимается, такая накатом идет по берегу без ковца дельфины прыгают возле берега ух ты, вот ты из таких ракушек бусики делаешь все, готово, говорящая голова пусть погреется, полежи все, оставай мы опять с этой стороны косы сейчас подойдем к морю, море тут чистое уже, все посмотрите, сколько машин и вот опять новшества перерыли, чтобы на машинах не подъезжали на пляж потому что обычно подъезжают к самому морю вот так вот становится все, все в машинах вот так вот, ну ставили вокруг везде машины но уже к самому пляжу подъехать не могут непосредственно на песок навесик поставили в этом году даже есть один, второй, третий, четвертый песок горячий нагрелся, по нему идти очень-очень-очень печет с этой стороны волна больше сейчас пойдем опять до той базы там у них водичка холодненькая на весике отдохнем, попьем водички дождемся машину, которая за нами приедет, отведет муж меня мне поповку обещал отвезти там блогеры все собираются они уже, в принципе, вчера там все собрались но мы поедем туда сегодня вот другая сторона косы вот, собственно, край косы туда мы не пойдем, я снимала там в начале лета кому интересно, посмотрите видео можно а вот тут вот даже медузки чуть-чуть плавают на той стороне медуз вообще нет а здесь вот они синенькие но их очень мало в принципе можно купаться а на море штиль полный людей еще больше стало специально на краю были, чтобы поменьше людей было и 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 Все, убегаем Убегаем, погода портится моментально